У нас 12 апреля 2018 года. Сегодня у нас один из первых дней, когда очень тепло так стало. Грасс в 10, наверное. Вот уже снега очень мало осталось. А там у нас ползина, что-то там соседи что-то делают. А здесь у нас поповедует слово. И не довесывали. А он иначе нас выше. Снимайте, не надо снимать. Нет, это не нарушатель закон, самоуправцы взимаются. 330-я статья уголовных полицей. Какая самоуправство? 330-я статья. О гражданской УКР, Российской Федерации. Вы не имеете права говорить. Только 5 мест где-то во время секретного закона совещания Думы. Давайте мы это упустим. Смотрите, в отношении вас поступило заявление. Пожалуйста. Из города Самары. Якобы знаете что? Что где-то вы там на сайте говорили там что-то против бюдизма. И еще я говорю, показать надо. Когда говорю, где говорю. Ну, вот смотрите. Мне тоже говорили раньше. Звонили вам, да? Звонили вам, да? Ну, да кто-то из вас звонил. Сущим, нет, я говорю, ну, покажите. Сущим, нет, я говорю, ну, покажите. Что я там где-то завозил. Как, да, где, 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 где. По закону, чтобы было. Вот видите, информация в телеканал сети интернет. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Через сайт номер 44, ответы бифлия, буддизм, ад, сатаны. Ничего, ничего, если я сказал тогда, допустим, сказал еще. Вот, видите, вопрос. Ну, 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 это сказано было еще до революции, в 1905 году. Ну, какое отношение к нам имеет? Ну, вот, один якобы говорит, что вы там оскорбляете. Нет никаких. Это не оскорбление, а действительность. А ролика этого вообще нету. Это он был когда-то, его нету. Ну, вообще нет. Это насчитанная книжка была в 2095 году. Он на Тропаде по-кравославию написал. Это тупые люди, невежественные. То есть, не понимают этого, да? А что понимать, когда там говорится, показано. Ну, может, там поезд на стороне есть, вот, какая-то, и считано там. Даже не я считаю, а с такими состояниями было, и что дальше? Какое-то отношение. То есть, там вообще никакого... Никакого. ...оскорбления. Да, какое оскорбление. Это разбирают. Вот сейчас Дморкин. Он разбирает, вот запретили свидетелей его. То есть, куда-то закончить. Все приклеили, конфлистовали у них все. А этот дореволюционный. Это говорит, Санкт-Петербургский Владимир говорит. Ну, он говорил, писал, вернее, мы это взяли, оттуда насчитали. А кто твой баптизм? И дали эту статью, больше ничего и нету. Ну, все это за... Ну, видите, у нас же много граждан всяких разных, воспринимают по-своему. Ну, мы православные. У нас мнения своего, как правило, нет у нас. У нас, знаете, высшестоящие органы дали. Вот сказали, и мы... Ян Златоуст написал в 4 веке. А мы так повторяем. Мы не толкуем Библию, нам не разрешается. А они вольны, как хотят, но и делают. Это сектанты. У них проще все. Ну, вот это, кто буддизм, вы имеете в виду? Да, буддизм, там, ислам и другое. Допустим, об исламе как говорят? А я в Баку ночую в доме Умулы, выставлено. Я иду в мечеть, молюсь. Я когда посмотрел, они сидят там, ну, после, между молениями. Это у нас в Миссионерской? В Баку. А, да. Восемь ездили, когда в Миссионерской поездке. Ну, сидят в Хуркутоне, там, махабиты, там, соберебетишки. Ну, не во время богослужения там. Но видно, что смотрят они пристально. Ну, я по-православному, с поклонами. Там надо раздуваться. Носки. Да у меня носки рваны. Я их положил, босиком просто зашел. Перекрестился, помолился. И последний поклон встал, как они болятся. Когда я поднялся на ноги, они у меня вокруг кольца тридцать на яд. Окружились? Окружились. Ну, и стали когда беседовать. А что? Почему? Ну, не почему. Потому что такого никогда у них этого не было. А меня туда привели к ним. Сдали, и женщина. А она сама не может заходить, потому что такой порядок. Ну, а дальше начался разговор. Они меня с такими улыбками проводили. Кто-то был, один кончил военно-училище в Санкт-Петербурге. По-русски говорят хорошо. Ну, и я им рассказал, как мы смотрим на это. Если вы все так смотрели, у нас на Таразе такой порядок был. Потому что я часто, мусульманы беру пример. Как они девушек заботятся. Вот мол, и по нашему священнику беседуем. А скажите, а какой процент у вас девственности сохраняется до врачей ночи? Они меня не поняли даже. Как? Сто процентов. А если не так? За жизнью никто не ручается. Если брат есть, он зарежет ее. Если узнает, да? Узнает, если. Это никак. Вот он пишет там, где-то о Саудовской Аравии. За столом сидят. Еще-то братишка ее поспорил с ней. Говорит, папа, а она соловалась с мужчиной. Отец говорит, да папа, это снимали, съемка была, артисты. Отец отпрашивает. Съемки были, я понял. Ты соловалась или нет? Соловалась. Он тоже хотел пистолет и застрелил. Какие же законы? Но они умеют. А у нас в седьмем классе уже трудно найти, что она девушка. Она уже изъезженная вся. Ну что, в этом, знаете, когда первая партия поступила, пленных, вот вот, в Германию. Там Фельдбаршенгальдер пишет об этом, Дитлеру, что девственность сохраняется до 23 лет практически 99%. Такое у нас все не победить. У нас побеждать не надо, вся в грязи лежит. Вот о чем надо думать. А сегодня открыто об этом пишут, фильмы ставят. Спрашивают, отвечаю. Ролика такого нет, первое. Не, я сейчас кратко возьму к вас объяснение, что такого докладки нахит, вот, у меня членов. У меня 10500 роликов стоит. Да мне голыми руками можно брать. Да не, к вам-то никаких вопросов, просто, видите, написал человек. Я понимаю, что ролик это фильм, фильм. 10500, это в интернете вообще ни у кого не столько. Притом, во всех позициях мы работаем, я с детьми купаемся, строим, труды делаем, новые деревни восстанавливаем. Это все у нас снято. Вот я с Бавариным, Баварин приезжаю, тут съемка идет. Это два дома, которые мне дали, когда я был реабилитирован, последний раз уже вернулся, в 87-м году. А заплатить нечем, они мне дожили более 11 миллиардов. Я самую крупную в мире фанатеку создал. Вот такие недоминированные деньги-то. Ну и 11 лет шел в суд, я его выиграл. И вот мне два домика и территория 13 соток. И все, тут Баварин приехал, фотографировались. А Баварин это не просто Баварин. Он ходил в десятку лучших норов России. У нас близкие отношения были, он Голубятник тоже был. В мае все эти. Число месяц, год рождения, скажите. Давайте. Число месяц, год рождения, скажите. Так что уже? Число месяц, год рождения. 10 июня 1939 года. Проживаю. Проживаю. Улица Ползунова, 6, Барнаул, 56. Вы на пенсии? Конечно. Мне 78 лет. Скоро 79 будет. Вы не врач, я гляжу, вы пишете понятно. Те напишут и не знают, что писали. Вы по вышеуказанному адресу с какого времени проживаете? Здесь я сколько? Ну, с 97-го. В 97-м, а тут Алтайская Прада, большую статью Валабуев был, снимали. На всю Россию один дом, которому каторжнику, так скажем, мэр города приезжал, чтобы отдавал так торжественно. Это не просто так. 97-го. Почему? Потому что ответственность сделали не КГБ, которое арестовывало, а городская администрация. Проживаете здесь один? Ну, я как один, у меня жена за всем. То есть еще субботно? Да, рядом, да. С семьей живете, да? Ну, да. У нас вот в этом здании, это мы молимся. Вот в этом, да? Да. Вот мы строим субботник православной директора. Как мне это выразить, что вы просто молитесь? Ну, мы молимся, да. Ну, в субботу приходят вещи. У вас православное, православное христианское общество, то есть крестовозвиженская община. А, вот. Мы с Марьином по рукам и, наконец, поцеловали, даже стоим. Мне говорят, да, он коммунист. Коммунист, коммунисту разница. Тут 11 лет шел суд, это не игрушка. Да, ну, понятно. А вот сколько у вас вообще? Не знаю, раньше было, может быть, человек 50. Потому что кто старенький, они на дом, и батюшка посещают. Может быть, больше. Было 99, кто-то уехал. У нас, видите, правила необычные. Нам запрещено кого-то к себе приглашать. А без этого, я же в пяти университетах вел занятия. Во всех отделах милиции многолетней. Я один единственный, который имел доступ к всем милиционерам здесь. Отдельно вел занятия в городском ОВД и отдельно в краевом. Вальхов был такой генерал, мы с ним близко знакомы. Прокурор края, мы очень близко были знакомы. Ну, просто по-домашнему. Поэтому они большую помощь оказывали. Жалоб было много на детский лагерь. Ну, люди разные. И все кончилось с вещами. 15 комиссий за год было. Три уголовных дела возникли. Суда? Нет, нет, деревню строили. Начальник детского лагеря. Так, то есть вы сейчас в деревне, да, строите лагерь, да? Нет, не строим, наоборот, он закрыт. А, все закрыт. Все, 45 лет был. Схороспотребнадзор позапрошлему году насели. Ничего нельзя было сделать. Такие требования, но они... 45 лет ни одного повреждения, ни один не утонул. А вот у кастрюльки на крышке вот эмаль отбитая. Потом написано для рыбы, для мяса доски. А она не из того дерева доска. Так я в магазине, говорю, брал-то. Ну, придирки. Я вижу, нельзя бороться. И расформировал лагерь. Мы купили несколько домиков. И прямо теперь в домиках с родителями люди отдыхают. Я большой опыт имею в работе с детьми. Так, вот теперь вот именно вот по этому заявлению. Что на сайте-то получается? Я вот видел, что вы сидите, да, ну и там идет текст такой. И просто читаете его, и все, что... И все, вы же ничего. Да, больше ничего. Этот текст, ну там, знаете... Там ничего больше нету. Да, там ничего. Голос там озвучено. Да, да, просто голос там. Голос там озвучено. Это вот как напишем мы с вами? Это вот что такое? Ну, скажите, был такой ролик. Так, сейчас его нету? Нету, его совсем нету. Я его выкинул из него. Так, был ролик. Да, был ролик. А вот этот ролик, вы где нашли его вообще? Да нигде. Вот я сейчас с вами разговариваю, это будет завтра Владик стоять, который... Ну, а для чего? А? Зачем? Это мое право, которое мне государство дает. Вот к нам приезжает уголовный розыск, и каждый раз снято. Он тоже, точно так же начинает... Боится тот, у кого какие-то темные сзади дела. А когда... Нет, почему не прячется наш патриарх? Путин нигде не прячется? На него напали, там видно, скрутили людей. Я вас понял. Вы вот этот ролик как, где, что нашли-то получается? Нигде не нашли. Взяли книжку и насчитал я. А, и вы начитали, да? Ну, не я ли сейчас, не знаю кто даже. Я даже не знаю кто. Ну, там это вот все высказывания... Текст идет, и он читается. Нет, вот эти тексты, это же, там, по-моему, было... Вы говорили, что такого-то, такого-то патриарха, да? Нет, это не патриарха. Метрополита Владимира. Да, да, да. То есть это изречение, получается, метрополита Владимира? Статья. Статья, да? Статья православного метрополита, ну, примерно, 1906 года. Вот это нам надо с вами... Там насчитывается текст, который называется «Православие и буддизм». По поводу, да, по поводу моего ролика, да? Да, ролика. Моего ролика, могу сказать. В котором начитан текст. Поясни, поясни. Что? Текст метрополита... Мной начитан текст, да? Да, не мной, я не знаю даже кто насчитывал. Так, считает как-то с ошибками. Начитан. Начитан текст, но не обязательно указывать тем. Начитан текст. Текст метрополита Владимира. Текст метрополита, да? Владимира. Текст метрополита. Примерно 1906 года. Я не знаю, может, 1907. Примерно? 1906. Так, примерно, да? Да, примерно. Примерно? 1906 года. 1906 года. Статья называлась «Православие и буддизм». Статья. Статья. Статья, все. Называлась. У меня около 50 томов насчитано было. Я понял. Да. Так, статья называлась «Православие и буддизм». Да. У нас отдельно были баптизмы, допустим, православие 50 и сейчас так. Православие и эгоизм. Афьегоисты которые. То есть каких-либо оскорбов? А каких там оскорбов? Что-то могу в сайте это сдать. Но ему не нравится. Ну, не нравится и все. Сейчас говорят, коммунисты и людоеды. А ему Зюганова не нравится. А ему 100 миллионов убитых показывают. Вот Путин пришел к Бутову. Ему показывают. А священников здесь расстреляно 15 тысяч. А Владимир Владимирович ходит. Чудовищно. Не может быть. Да что же это такое? То есть он в шоке буквально. Ведь священство уничтожили более 200 тысяч. За сословия. Дворянство, казачество. Слоями вырезали все. Сегодня-то еще говорить это. Если уже сам полковник КГБ бывший. Глава государства. Чудовищно называют. Я еще могу сказать. Я сам прошел трубы ГУЛАГа. Без Бога другого ждать и не приходится. Игнатий Тихонович, а вот вообще зачем вот эти вот вы ролики выставляете? Для чего? Хорошо знание. Это знание. Наши ролики просятся. Вы походите. Но просмотры это всеми. Сериумы. Не или. А это не. Это оскорбление в адрес привержеков к куддизму. Они высказывают. Они высказывают. Да? Я не встречаюсь. Данную роль для? Для знакомления других. Потому что книга в таком, ну, данном расстоянии, ее просто нет. Я насчитывал около 50 томов древних книг. Они все стоят в Ютубе, ее растащили по всему Ютубу. Там же я выставляю, а их нигде нету. И новые ролики, они просто копируются. Люди не могут достать их. Где вы берете эти материалы? Я за ними охотился. Я делал переводы, сам с разных языков. Мне Бог дал знания. И поэтому они пользуются большой популярностью. Это данный ролик для ознакомления других, да? Да, конечно. А что, как я могу оскорблять, когда я их не встречал, я не знаю. Буддисты? В Сульмане? Да, мы встречались. У меня целая книга написана. А с буддистами это, там, Бурятия, да? А если спросят, а вы как считаете буддизм, сатанизм, я отвечу так. Это с сатаной прямо связано. Там у них все такое волшебство, там мертвое и прочее. Об этом профессор Мулдашев пишет. Аргументы и факты. Сам считаю, да? И сам считаю, что именно так. Считаю. Считаю, что буддизм, это не спасительная религия какая. Это сатанизм, да? Она идет как антихристианская. Это буддизм? Да. Это антихристианская. Антихристианская, антибиблейская. 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 Это мое убеждение. Я с ними все-таки так. В домашних условиях встречался. Тем более, митрополитно считал, это очень подробно он все берет. У них Бога-то как сущности нету. Каждый может стать Буддой. А у нас так, Христос, Бог, сущность, которому мы молимся, Отче наш считаем. А у них этого ничего нету. То есть каждый получает нервану, там зашел такое безразличное состояние. Ни одного червячка не задави, они после дождя идут и даже сметают, чтобы не попал. Считают, что человек плохо жил. Ну, кем он будет, допустим? Нормальный князь был. Милиционеры превратиться. А милиционер, если был плохой, ну превратиться в корову. В следующем поколении возродиться в таракана. Ну, у нас же этого нет. Я отвечаю, как начальник детского лагеря, вы отвечаете, как милиционер. То есть каждый встанет на суд Божий. О чем писал Лермонтов, есть Божий суд на песнике разбрата. Все это. Так, ну в принципе, все, да? Все вроде с вами. Его ролика нет, отпишите. То есть в настоящее время? В настоящее время этого ролика нет, он уничтожен. А почему? Ну почему? Позвонили, не нравится, а мне зачем? А кто? Ну кто-то. Ну, звонили. Все, я понял. Я, Александром назвался. Время данного ролика. Нету, нигде нету его. В общем, на интернете нету его. Я просто один щелчок, он сейчас. Я не знал. Я не знал, что он стоит вот так уже несколько лет назад. Просто не помню. Модераторы работают, администрация у нас, ну, большое коллективное, человек для нас это работает. Это очень и очень много. 10 тысяч 500 роликов. Это ни у кого нет абсолютно. Вообще ни у кого нет. Они берут где-то чужие, а это свои. Конкретно я работаю с детьми, допустим, наступаю по программе, наступаю в церкви. Вот, у меня вышло из печати 38 табов моих. То есть вы еще издаетесь, верно? Просто книги, о книге, которые в библиотеке у Путина стоят. Это же не игрушка. Патриарху. И теперь я предлагаю проехать эти книги в каждую библиотеку. Мы проехали до Владивостока на ходку и прошли обратно в Лиссабон, от Тихого до Трансистского океана. Прошли Турцию, 6 мусульманских республик. Прошли Прибалтику и прошли Скандинавию. И везде 600 городов прошли. И везде я дарил полный комплект. Полный комплект 750 евро стоит. Посчитайте, на сколько миллиона подарил. В Королевской библиотеке тоже отлили. В Москве в библиотеке Ленина, в парламентской, в историческом. То есть я не продавал, а именно дарил. Мы приобрели и газель-машину, ну и коллектив был. С нами ездила собака. Ну и просто собака. Вернулись с первой поездки, но все равно, наверное, первой. Чемпион в Сибири. И второй поездки вернулись, а чемпион в России. Я там занимался уголовном розыске, знаю, как с ним обращаться. Мне интересно. Все прочитали. Прочитайте. Не буду вас задерживать. Ну еще, не еще. Может быть что-то еще и не надо. Может быть еще. Добавить. Ползомого. Сейчас. Присуем. Значит, тут проясним, что. Что-то непонятное вам. Ну-нададад. Выше указанное по адресу. Я проживаю с 97-го года. Я знаю, я один. Как раз вы меня спросили, а теперь не один. Хотя бы не поставить надо. Не один. Придерживаясь православной религии. Ну ладно, религии. Крестово-Движенской общины. В общину входит около 50 человек. А вы лет написали. Нет, нет, человек. Человек, да. Я просто сокращен уже. Мы зарегистрированы в Краевом отделе юстиции. Понимаете? Мы все законы соблюдаем. К нам претензий вообще нет. Нет, нет, а я к вам ее не учусь. Ну, Краевой отдел юстиции у меня близко знакомый. Начальник был. Проценко, генерал-лейтенант. Потом насилист его правил. Так. Если по поводу ролика, могу повеснить. Что? Еще там текст митрополита Владимира примерно 1996 года. Ладно, понятно, что. Статья называлась «Православие и буддизи». Как речь об оскорблении. Понимаете, вот. А он скажет, а мне эта статья не нравится оскорбление. В моем понимании. Я за себя. Вы же за себя говорите, правильно? Понимаете, один человек сказал так. Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы ее поняли. Правильно. Хороший человек. Очень правильно сказал. А то любимость Гитлера. Серьезно? А, да. Ну, низше. Это не помешает. А, низше? Низше сказал так. Так. Я бы сказал. Служил. Так. Либо сказал. Ничего там не дам. Голик. Разнакомление другие, да. Ну, еще во сколько 50 томов насчитал. В интернет только запустите их где-то, и вы сразу увидите. Библия насчитана. Златоуст. Архитилаг. Гулаг. Его растянули там по всему интернету. Даже переводы на другие языки стали делать. Данный ролик связанное комление других. Кого-либо в данном ролике я не унижал. Ну, я вообще ничего там нет. Ну, все, конечно. Так. Я сам считаю, что библиизм это... Анти-пристианское. Вот это слово не понял. Это анти. Анти-анти. Да, тристианское. А, не получилось. Анти. Анти-библийское. Настоящая длина. Данного ролика нет. Я его убрал. Все верно? Ну, отлично. С моих слов записано верно. А где только написано? На другой стороне? Вот здесь. Ну, здесь, смотрите. Здесь можете роспись поставить. Вот здесь между строчками. Нет. Прямо по строку, да? Ну, да. С моих слов записано верно. 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 Идет. С моих слов. 12 или 12? Угу. До свидания. Мне ваши органы очень хорошо известны. Меня из этого из органов взяли в армию. Я хорошо знаю. Работал прорабом. С полгорежимом лагеря пришли. Это и все? Да, все. Подождите, я вам хоть подарю наши визиты. У нас хорошая визита еще. Тут все. И телефона. И где именно вы обязательно... То есть, если что, это можно с вами связаться. Ютуб, а на той стороне, посмотрите. Нет? Ну ладно. Посмотрите. Вот я отвечаю. 4124. Я три радиопрограммы регулярно вел в Барнауле. Каждый месяц в милицию за мной заезжал. Полковник Сити как был. Сотников. И пять отделов у вас здесь, городской. У меня очень близкие отношения были. А нет. Нам нужно обыстремить. Я не знаю сколько лет, но, наверное, лет 15 работал. Как начальники говорят. Моя милиция стала себя тише вести. Я говорю о Боге, о вечности. Как вам так легко добро делать. Люди попадают в беду. И без милиции никак. Вот интересно. Маленькие вам сведения. Кажется, в Финляндии было. Забастовали врачи. И оказалось, что мы бастовали недолго, там, может, дней 10. Смертность уменьшилась в два раза. Но когда забастовала полиция, нарушение, воровство увеличилось в три раза. То есть без этого никак нельзя. Вот так. Маленькие вам, опасная работа. Мы как-то будем специально говорим. Господи, я очень порядок с вами. В России, по-разному. Вы у нас строчки записаны. Мы перед Богом на молитву ночью стоим, днем, чтобы вас заходится хранить. Поэтому, чтобы не было написано лилики, там, обороты, что писали где-то. Вот что интересно, пишут про милицию, по лицу. Мы нам ни разу не встретили, проехали человека, не два километра, а 120 тысяч километров. И ни разу не где. Один там был такой, обкуренный какой-то подошел. Ну, а начальник там провел, когда нас... А вот, 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 начальник, кто посмотрел наши документы, благословения, обращение к полиции, к милиции, чтобы нам помогали проехать у нас. Защиту зашают. Защиту отпустить. Беремо, ему это не понравилось, он это все так. Горова так поступила, у нас так... И это все застает отдано. Ну, и все до поводу какую-то вам... Нам некогда разговаривать. Мы пошли. Это наша страна, другой нам не будет. Мы уже вообще все потеряли. Почему? Все новое поколение. У них ничего не знают. А вот, ну что, специально от курса проходит, как с собой покойщик. Ну, сейчас, понимаете, мы убийства, мы все учат, курятки. Я на 17 лет этой красоты решил перелить. Вот это все бесплатно делаю. Не выезд, не по листу, я нигде, не рубля не получаю ни за что. Это моя жизнь. Спасибо вам большое. Храни вас, Господь. До свидания. Когда вы зайдете ко мне на шуток, вы там все умеете. Скажите, нет, успокойтесь. Ну, будет Суть Божия. Вы берете свои телы, стороны и справой. Будьте православлены. Ну, и все, что там нашел. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok